Друзья, я приветствую вас. У нас сегодня необычный гость. Один день с тем человеком, с которым вам непосредственно было бы, наверное, сложно встретиться в реальной жизни, но вот мы его встретили. Я работаю с людьми, я себя образно называю, знаете, есть настройщик роялей, а я настройщик человека. Что в итоге получилось, что это за система или что это за подход, как он называется, из чего состоит? Она получила название «Семь золотых ключей», потому что это ключи от основных базовых инструментов, которые есть в человеке. Я пришел к выводу, что многие люди развиваются в одну сторону. Кто-то берет там здоровый образ жизни, но вот как бы так вот здоровье ради здоровья. Я всегда спрашиваю, когда люди ко мне приходят, зачем тебе здоровье? Человек говорит, ну клубный вопрос, зачем тебе здоровье, чтобы было здоровье? Я говорю, ребята, не работает. Это зачем тебе деньги, чтобы было какое-то количество цветных бумаг или какая-то круглая цифра на банковском счете? Деньги – это инструмент, тебе деньги нужны для чего-то. Зачем тебе здоровье, для чего? Человек задумывается, не все на этот вопрос отвечают сразу. Я приветствую вас. У нас сегодня необычный гость. У нас сегодня в гостях Сергей. Мы, как у нас все в принципе в жизни происходит, довольно спонтанно решили снять это интервью. Сделать из этого вот такую рубрику, которую вы, наверное, уже видели у нас на канале, когда мы один день провели с мальдивским жителем, один день с цифровым банкиром. То есть один день с тем человеком, с которым вам непосредственно было бы, наверное, сложно встретиться в реальной жизни. Но вот мы его встретили. Мы понимаем, что он для нас обладает большой ценностью, знаниями. И сегодня знакомим вас с Сергеем. И хотел бы я, наверное, начать с того, чтобы, Сергей, рассказали вы немного о себе. Я имею в виду даже больше не с профессиональной точки зрения, а с человеческой. То есть какой жизненный путь у вас за плечами, чтобы немножко наши ребята, подписчики, аудитория понимали, кто у нас сегодня в гостях. Ну да, имеет ли этот человек, покушаться на их самый главный ресурс, время. Ну да. Ну, друзья мои, детство, юность, она самая обычная. Прошла в славном городе Одесса. Поэтому я такой, знаете, Одесса – это такой Нью-Йорк украинский, который впитал в себя разные культуры, разные вибрации, большое количество солнца, большое количество музыки, большое количество юмора. То есть это то, что является частью меня. Я очень много путешествую и путешествовал по разным странам, поэтому, знаете, я как бы так вот, у меня такой образ появился, что есть вся земля, это такой большой дом, состоящий из многих комнат. И вот есть в этом доме детская, это там, где ты вырос, это твоя такая маленькая родина. И не надо все время держаться за детскую, вот это есть такой термин – инфантильность. В детской ты чувствуешь себя очень уверенно, но есть еще и другие комнаты, такие как Европа, Азия, Африка, другие, Америка, где тоже очень много происходит. По образованию я, у меня два образования – медицинская психология и мануальная терапия. Я когда-то понял одну простую штуку, что цельные знания о человеке, их разделили. Медицине отдали мясо кости, образно говоря, психологии, образно говоря, отдали эмоции религии, отдали какую-то духовную составляющую, вместе никто это не собирает. Если мы хотим работать с людьми, а я работаю с людьми, я себя образно называю, знаете, есть настройщик роялей, а я настройщик человека. Я вот эти все струнки, те, которые пережаты, отпускаю, те, которые недожаты, подтягиваю по какому-то правильному камертону. Так вот, я понял, что как бы так одни струнки нужно настраивать одними инструментами, другие струнки другими инструментами, одни по одним камертонам, другие по другим камертонам. Знаете, есть такое выражение «скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты». Я его перефразировал «скажи мне, кто твои учителя, я скажу, кто ты». То есть, ну вот помимо всех тех первых учителей, детский сад, это немножко эту историю упустим. Есть три базовых человека в моей жизни, который меня безумно благодарен, которые меня ввели и в мир медицины, и в мир психологии. Это одесский врач Алексей Витальевич Порошин, который создан, по сути дела, новую медицину. Это введение в голографическую медицину. У него есть труд, который, ну, это медицина с завтрашнего дня. Почему? Потому что те практики, которые есть, они немножко подостают. Это Валерий Александрович Куринский, мой интеллектуальный учитель, к большому сожалению, несколько лет тому назад ушел из жизни. Человек, профессиональный музыкант, но в данном случае знал 120 языков. Притом не он решил, что он знает 120 языков, а представители этих языков решили. Он написал гениальную книгу, если в Алексея Порошина книга «Введение в голографическую медицину», то в Куринского книга «Автодидактика. Самообразование». Он читал, что как человек каждый день кушает пищу для того, чтобы укреплять свое тело, так же точно интеллектуальную пищу тоже нужно каждый день кушать. И третьего человека, которого бы я с удовольствием и с благодарностью бы назвал, это академик Траченко, который в свое время руководил закрытой аудиторией, сейчас это уже не является военной тайной. Биорезонансная медицина, так называемая, то есть лаборатория под его участием вычислила вибрации здоровой клетки, они сделали прибор, который, если облучать больное тело, больной орган вибрациями здоровой клетки, тело становится здоровее. То есть биорезонансная медицина – это то, что я знаю не подослышки, это то, что я знаю из первых рук. Вполне естественно, что с Одессы уехал я давно, сейчас живу в долгие годы в замечательном городе Киев и работаю сейчас на данный момент после частных медицинских центров, после самостоятельной практики меня пригласили в замечательное место, которое называется Конча-Заспак, НЗС, Центральный парк, разные названия у нас есть. Это такое, знаете, такое хорошее место, я думаю, что ребята чуть-чуть кадры этого места покажут. На берегу реки, в лесу, находящиеся в то же время в черте города, где, собственно говоря, вот эти концепции, о которых мы будем сегодня говорить, где их можно внедрять в жизнь. Вот эта вот тяга, я не знаю, ну как, если я это сформулирую, да, как что-то, тяга к тому, чтобы разбираться, как работает, да, как минимум человеческий организм, из каких он составляющих и так далее. То есть вот вы говорили про, скажем, материальную, про духовную, про вот разные сегменты этого всего. Она у вас сразу была с детства или вы постепенно, как вообще к этому пришли, что именно этим вот начали заниматься? Знаете, как бы так вот, как в старой пословице, как вы стали моржом, поскользнулся, да, так вот я в свое время тоже поскользнулся на том, что, ну вот я как-то так вот с детства отличался какой-то прагматичностью. То есть вот меня интересовало какие-то такие, знаете, есть два подхода к знаниям. Это я уже потом эту мысль узнал, а как я в детстве как-то интуитивно чувствовал, что есть знание, оно такое западное отношение к знаниям. Ты что-то знаешь, значит, можешь поговорить, да, то есть на экзамене там ответить на все вопросы и все остальное. А есть такое более, ну что ли, восточное отношение к знаниям, знание как инструмент, с помощью которого ты можешь в свою, образно говоря, в свою жизнь недостающий винт вкрутить, а мешающий винт выкрутить. Так вот, мне на каком-то этапе стало очень сильно не хватать каких-то таких вот прикладных знаний по поводу практической настройки как своего личного тела, ума, так и других людей. Когда мои друзья, с которыми я работаю, они говорят, слушай, не пересказывай нам все, что ты прочитал в своих книгах и так далее, да, дай нам конкретные какие-то четкие инструкции. И я задумался, действительно, нас и в школе, и в институте, и дальше по жизни, там, с интернет-ресурсов обучают очень многим знаниям, за исключением того, как комплексно, подчеркиваю комплексно, не в одну сторону, комплексно работать с вот этой машиной. У меня такой образ, что вам дали какой-то такой суперавтомобиль, но не объяснили, где газ, тормоз, коробка передач, да, и методом тыка, да, то есть где-то до середины жизни, там, влетая в какие-то перекрестки красные сигналы светофора, там, разбивая эту машину, пытаетесь обучиться, собственно говоря, экономия времени. Поэтому я начал искать какие-то внятные, понятные вещи, как, во-первых, настроить этот инструмент, потому что вы знаете, что вот музыкант перед тем, как играть на концерте, он свой инструмент обязательно подстраивает, а иногда подстраивает и во время концерта, потому что по-другому будет лажа, как музыканты говорят, по-другому будет фальшивый звук. Как подстраивать вот это все, не только тело, а и мозги, и эмоции, и все остальное. Как, что с ним сделать? Более того, наблюдая за своими знакомыми, за своим окружением, я очень внимательно за этим наблюдаю, я пришел к выводу, что многие люди развиваются в одну сторону. Кто-то берет там здоровый образ жизни, да, то есть это замечательно, но вот как бы так вот, здоровье ради здоровья. Я всегда спрашиваю, когда люди ко мне приходят, зачем тебе здоровье? Человек говорит, ну глупый вопрос, зачем тебе здоровье, чтобы было здоровье? Я говорю, ребята, не работает. Это зачем тебе деньги, чтобы было какое-то количество цветных бумаг или какая-то круглая цифра на банковском счете? Деньги – это инструмент, тебе деньги нужны для чего-то. Зачем тебе здоровье? Для чего? Человек задумывается, не все на этот вопрос отвечают сразу. Ребятки, а вы ответите прямо сейчас на этот вопрос? Интересно, напишите в комментариях, зачем именно вам здоровье, понимаете ли вы, для чего вам эта цель? Вот, то есть я понял, что здоровье ради здоровья – это не работает. Второй момент – это гармоничное развитие, да, то есть люди развиваются, как кто-то в духовность уходит, да, уходит в духовность, да, то есть человек интересный, человек с ним интересно побеседовать, но приходишь к Симу к ему домой и понимаешь, что как бы так вот у него нет возможности материальной. Ну, сесть не на что, да? Ну, может быть, сесть всегда можно на пол, в крайнем случае, да, то есть, а вот, как бы так вот он декларирует одно – купить нормальные продукты, она все-таки как ни Африка, ни Азия, где можно протянуть руку, и на расстоянии полуметра растет вкусный, здоровый, витаминизированный банан. Бананы у нас стоят, как бы такой, чуть дороже, чем в Европе. Кстати, и яблоки, которые выращиваются у нас, да, тоже стоят дороже, чем бананы. Это такой интересный парадокс. Люди развиваются в одну сторону, человек духовный, но денег у него не хватает на путешествия, на знания, на счастье. Или человек материальный, но как бы несчастный и нездоровый. А здесь человек материальный, да, то есть, вот, иногда приходишь, смотришь, ну, казалось бы, у человека есть все, о чем только можно мечтать. Все есть, счастья нет. Знаете, как в Одессе говорят, богатый не тот, у кого много, а тот, кому хватает. То есть, ты понимаешь, что у человека много, но чего-то не хватает. Я начал копать, а чего же не хватает. И так началась строиться своя система, о которой сегодня более подробно, надеюсь, поговорим. То есть, я правильно понимаю, что на базе вот этого, ну, скажем, исследования длиной в жизнь, да, вы как-то сформулировали какой-то некий свой подход, который, ну, вот, объединяет, насколько я сейчас понимаю, да, вот, по сути, материальное, эмоциональное, интеллектуальное, духовное, да, вот... Совершенно верно. То есть, я перелопатил за свою жизнь, не буду это все сейчас пересказывать, это бы заняло много часов времени, я перелопатил большое количество источников, скажем так, начиная с классической медицины, вот, все базовые источники, которые используются в медицинских институтах, которые используются на факультетке психологии, знаком с классическими подходами. Я знаком с аюрведической медициной, я закончил в свое время курсы инструкторов йоги, то есть, с этой традицией тоже знаком, знаком не понаслышке, знаком изнутри. Я в свое время пообщался с адептами и с представительными разных, ну, базовых существующих религий, и с родным христианством, и с мусульманством, и с буддизмом, и с даосизмом, то есть, практически все религии, которые существуют, в той или иной степени я их пропустил через себя. Знаете, вот, как бы, так вот, знание большинства людей, я привожу такой пример, да, вот у нас есть система пищеварения, если взять, допустим, морковный сок, прекрасный морковный сок, и вколоть его прямо в вену, смерть наступает 10-15 минут кома, а если тот же самый морковный сок выпить через желудочно-кишечный тракт, желудочно-кишечный тракт это все переваривает, пользование обычайное, так это я образ к тому, что знание тоже нужно переваривать, да, то есть, какая-то ферментная база на уровне нейронов головного мозга тоже должна поработать, и дальше желудочно-кишечный тракт мозговой, скажем так, образно говоря, то, что ваше взять, то, что не ваше, на всякий случай оставить. Почему? Потому что я наблюдаю на том, что многие люди отравлены сейчас информацией, знаниями и так далее, недопереваренными знаниями. А можете, Сергей, а можно тогда вот, ну, если у нас время позволит, да, в двух словах рассказать, что это за такая, ну, как, что в итоге получилось, что это за система или что это за подход, как он называется, из чего состоит, может быть, чтобы максимально понятно аудитории, не научным языком, как вот, как вы сказали вначале, чтобы была инструкция, а что делать-то? Ну, то есть, знание есть, как его применить? Знаете, как в свое время говорил Эйнштейн, да, то есть, тот, который не может объяснить что-то ребенку, не понимает это сам, да, то есть, мне эта фраза в своей очень понравилась, поэтому вот в таком стиле, да, то есть, в общем-то, не совсем упрощая до примитивизма, но в данном случае, кстати, понятие простоты у меня есть два. Первое – это простота, которая хуже воровства, типа, ну, ты простой, да, когда мы говорим, а второе – все гениальное просто. Так вот, я все время стремился вот этой простоте, да, когда отсечь все лишнее, как Микеланджело в свое время говорил, взял кусок мрамора, отсек все лишнее и сделал гениальную статую. Так вот, последние годы я занимаюсь с тем, что отсекаю все лишнее. Такая система действительно родилась. Она получила название «семь золотых ключей». Ну, во-первых, семерка – хорошее такое эзотерическое число, а во-вторых, вмещается в человеческую, скажем так, вот память, оперативную, что ли, память, семерка вмещается лучше всего. То есть, почему «семь золотых ключей»? Потому что это ключи от основных базовых инструментов, которые есть в человеке. Этих ключей можно было, этих инструментов можно было бы выделить и 70, и 777, да, то есть, как вы понимаете, дробить можно до бесконечности, но основные базовые инструменты такие я выделяю. Это время, потом в широком смысле слова время – это и биоритмы, это и годовые биоритмы, и лунные биоритмы, и дневные биоритмы, и тайм-менеджмент, о котором так много в последнее время говорится. Второе – это энергетическая составляющая. Все жалуются на то, что нет энергии, хотя на самом деле большинство людей привыкли получать энергию с пищей и от других людей, такой как бы такой бытовой, ну не будем называть это словом вампиризм, обмен энергией. В данном случае еще Тесла в свое время обосновал, что небо – это один полюс магнита, земля – это другой полюс магнита, там океаны энергии. Нужно уметь научить это то, что я пытаюсь с теми людьми, которые я общаюсь, подключить к этой энергосистеме, и тогда у вас неограниченный источник энергии. Так вот, вторая составляющая – это энергообмен, который происходит с миром и с людьми. Третья составляющая – это, собственно говоря, физическое тело, это материальное тело, которым мы что-то делаем в этом мире. Четвертая составляющая – это эмоциональный интеллект. Пятая составляющая – это интеллект, интеллект, собственно говоря, IQ. Шестая составляющая – это социальный интеллект. Это три круга общения, это самые наши близкие. Это ближний круг, это близкие друзья, партнеры по бизнесу. И это, собственно говоря, большой мир, это все остальные люди, с которыми мы так или иначе взаимодействуем. И седьмая составляющая – это духовный интеллект. Друзья, вот здесь сейчас вот один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, будет все эти, резюмируем, да, все эти составляющие. Теперь самый главный вопрос – что с этим совсем делать? Что с этим всем делом, да. Притом вот буквально перед тем, как перейти к блоку, что с этим всем делать, буквально два-три слова скажу. Тезаврус, понятие есть такое понятие, да, то есть мы все разговариваем на одном и том же русском языке в данном случае, но очень часто у нас разные образы возникают, когда мы употребляем одни и те же самые слова. Поэтому вот под понятием духовный интеллект, что я на своих тренингах, которые я провожу по этой системе, подразумеваю под духовным интеллектом. Сразу скажу, что с большим уважением отношусь ко всем духовным концепциям. Много с них взял, но, на мой взгляд, современному человеку все духовные концепции, ну вот мусульманство, которая самая ранняя религия, полторы тысячи лет, всем остальным вообще по три, по пять, по и более тысяч лет. Современному человеку, который пережил, впитал в себя достижения научно-технического прогресса, научная революция, социальная революция, техническая революция. Идею духовности нужно объяснять немножко по-другому, на мой субъективный взгляд, допустят меня адепты других религий. Каким образом? То есть медицина, да? То есть вот смотрите, как устроено наше тело. Наше тело устроено с отдельных клеток, и каждая клеточка – это самодостаточный живой организм. У клетки есть свой клеточный интеллект, у клетки есть свое энергетическое обеспечение, но если клетка объединилась в такую структуру, как мое тело, тело для нее является богом. Клетка уже живет не так, как она хочет, а подчиняясь законам более глобальной системе. Еще раз, тело, получается, является богом для каждой нашей отдельной клетки. Как более большая система. Да, как большая система. И если клетка улавливает сигналы большого тела и работает в резонансе с телом, то тело ей помогает. Клетка не халтурит, идет такой взаимный обмен. Если клетка начинает сбиваться с какой-то программы тела, то тело ее сначала пытается привести в какое-то нужное русло, а потом, к сожалению, убивает, потому что такая клетка представляет угрозу всему телу, тело может просто потерять целостность. Так же точно и мы. Тут нет никакой мистики. Мы не сами по себе в этом мире. Об этом еще писал Вернадский. Называя эту новую сферу, об этом писали многие умы человечества. Мы тоже большие, маленькие клетки большого, какого-то глобального, если хотите, тела. Так вот, смотрите, идея бога, да? Большинство людей идею бога ставят где-то. Бог, там, приходите в нашу церковь, в нашу, как Пелевин писал, да? То есть, солидный господь для солидных господ. Бог не где-то, это не какой-то старик, который сидит на небе, раздает кому-то пирожки, а как будто подзатыльники. Я внутри Бога, Бог внутри меня. То есть, более того, скажу еще такую, может быть, кому-то странным мысль покажется, в Бога не надо верить, Бога нужно знать. Почему? Потому что вера – это первый шаг. Вам человек говорит, который вы доверяете, говорит, поверь в это. Но после веры наступает знание, да? То есть, потому что иначе это превращается, как Макаревич говорил, мы превратили нашего Бога в какого-то Деда Мороза, который приносит нам потанцевать, да? То есть, Бог как… Выполняет или не выполняет? Это такая система, в которой мы живем. Вот такой подход к идее духовности. Вот так… И тогда все, и материализм, и идеализм, да? То есть, ложится тогда законы физики, химии, биологии, тоже Божий промысел. Тогда мне для того, чтобы религия, собственно говоря, значение слова «религия» в переводе с латыни, «ligos» – это связь, «ревосстановление». Восстановление разорванных связей. С кем? С той системой, внутри которой я нахожусь. Такая, как бы, такая маленькая цементка. А теперь, что делать с этими семью инструментами? С этими семью инструментами каждую неделю нужно делать три простых действия. То есть, первое – наполнять все семь инструментом, за исключением время, потому что время, к сожалению, пока невосстанавливаемый ресурс. Поэтому наполнять все, при том, три вида пищи я различаю оптимальное, условно оптимальное, и та пища, которая называется пищей, но пищей не является. На физическом уровне тело нужно кормить, на эмоциональном, на духовном, на социальном. То есть, если вы не покормили сегодня ваши мозги, то через некоторое время они, образно говоря, начнут сахудеть. Вот кормить на уровне питания, понятно. Как кормить на уровне социальном или на уровне эмоциональном? Очень просто. Во-первых, отбирать качественную пищу, да, то есть, вы знаете, что на уровне, допустим, социальной, посмотрите на ваше окружение. Вот я когда понял, как это работает система, тот человек, вот мы сейчас с вами друг друга кормим, да, то есть, в социальном плане вы не протягиваете мне еду, но вы мне упаковываете какие-то определенные вибрации, да, то есть, и уже я выйду после нашего интервью, буду переваривать то, что вы в меня плеснули. Я кормлю вас, да, то есть, мы как бы так вот кормим друг друга. И очень важно смотреть, кто тебя кормит. Каждый человек, да, с которым мы сталкиваемся. И чем он кормит. И когда к этому критически подходим, да, то есть, когда мы приходим в супермаркет, там тысячи продуктов, да, то есть, но мы выбираем именно то, что даст максимальную пользу нашему телу и построит его здоровым и сильным. Также точно нужно быть очень, очень разборчивым в своем окружении. Я не о снобизме сейчас, я просто обычном прагматизме. Если вы понимаете, что человек вас кормит какими-то низкими энергиями, каким-то нытьем, да, это к психиатру, это к психоаналитику. Психоаналитик за деньги, он готов переварить тот поток некачественного сознания, который дает человек для того, чтобы вывести человека. Но в обычном общении, я предпочитаю, я говорю, если мы себя считаем без ложной скромности лучшими, то и нужно себя окружать лучшим. А в эмоциональном плане? Как питаться? В эмоциональном плане, в обязательном порядке. То есть интеллектуально мне тоже понятно, то есть наверное читать книги, общаться с умными людьми, ну опять же там социально уйдем, ну то есть ментально как-то себя прокачивать. А эмоционально как питаться, как можно наполнять свое эмоциональное тело? Свою жизнь в обязательном порядке, то есть у вас в жизни должна всегда присутствовать музыка, желательно качественная музыка. Знаете, как Вальтер в свое время говорил, все жанры хороши, кроме скучного, да? Я сейчас не о жанрах, это может быть классика, это может быть рэп, главное, чтобы это было качественно в любом жанре, вот выбирайте качественный контент, который действительно вам пойдет на пользу. Второй момент, у вас музыка должна все время присутствовать, у вас должна присутствовать все время общение с природой, которая... Есть какой-то вот возникла такая, у вас свой какой-то плейлист есть, который можно... Да, есть, я думаю, что сейчас я на этой теме останавливаться не будем, мы... Нет, мы просто, ребят, мы вот здесь вот разместим все какие-то рекомендации или авторов, которых Сергей рекомендует, чтобы вы тоже могли прикоснуться к красивому. Совершенно верно, то есть это в обязательном порядке, у вас должна звучать музыка, в обязательном порядке стихи, в обязательном порядке фильмы, хорошие фильмы, к сожалению, да, то есть как Голливуд, который производит много, так и наше киноиндустрие, тут нужно быть очень-очень прислушиваться к вкусу людей, с которыми общаясь к своему собственному вкусу. Собственно говоря, вот вкус это... Что такое воспитание? Это критическая масса хорошего вкуса. То есть если вас в детстве кормили хорошей едой качественной, то вы не будете кушать разную некачественную пищу. Так вот, мало кому повезло, да, когда родители создали вот эту критическую массу хорошего вкуса, да, но у музыкантов, у меломанов есть такое понятие «отрастить ухо». Это когда вы долгое время слушаете на хорошем звуковоспроявляющем устройстве качественную музыку, у вас вкус просто меняется. Вкус можно натренировать и нужно натренировать. Хорошо, получается суть всех этих семи, ну скажем, да, моментов, это питать эти моменты, не забывать питать эти моменты. Первые все, не забывать питать, социальные вещи, да, то есть выбирать окружение, расширять свои, расширять, потому что вот особенно на ближнем круге мы там набираем какой-то пул друзей, близких, знакомых, и все, вроде бы как бы так вот с возрастом уже как бы так вот очень аккуратно сходимся. То есть первый момент получается питание, да? Питание, да, то есть питание, наполнение. Или это как первый шаг, можно сказать, первый ключ? Ключ – это первое действие, да, то есть перед тем, как если вы не наполнили, это вам нечем, да, у вас нет топлива. Перед тем, как куда-то ехать, машину нужно как минимум заправить, телефон нужно зарядить. Второе действие к этим инструментам – это настройка, тренировка. То есть на ненастроенном инструменте нужно не только с утра настраивать физическое тело, но и настраивать мозги, настраивать эмоции. Для этого много беру с актерских тренингов, такие простые, потому что мы все на сцене жизни. То есть это, условно говоря, какие-то упражнения по каждому ключу, да? По каждому инструменту, как настраивать эти все 7 инструментов. И третье действие – если на моей кухне есть какое-то движение или в моем офисе, то вполне естественно, что там стоит мусорная корзина или мусорное ведро. И проблема не в том, что в моем мусорное ведро, чем больше друзей ко мне, гостей приходит, тем больше на кухне ведро наполняется. Задача в том, чтобы это ведро вовремя выносить, чтобы оно не создавало ненужный запах. Также точно и наши все 7 инструментов, чем более активно они работают, тем больше, образно говоря, отходов. И не только физиологических, пардон, отходов, но еще и эмоциональных отходов, ментальных отходов, социальных и духовных. И эти вещи, эти ведра нужно тоже чистить, от них тоже нужно избавляться. Мы все нас с детства учили, как мыть тело снаружи, но не всех учили, а как почистить эмоции, как почистить разум, как избавиться от ненужных мыслей, представлений и так далее. Это то, что в рамках вот этого тренинга я даю техники, те, которые человек в домашних условиях, образно говоря, может каждый день или каждую неделю вот эти все 7 инструментов То есть, резюмируя, это питание всех тех 7 моментов, которые вы выделяете, 7 инструментов, ну или 7 ключей, их можно называть. Ключики инструментов. Ключики инструментов. Питание, затем последний момент, это как бы очистка. Очистка. Очистка тела, очистка сознания, эмоций и так далее. И очистка идет и восстановление. Да, вот я бы скажу, как там. Очистка и восстановление. И третий момент, второй он у нас был, я бы сказал. Питание, настройка, тренировка, настройка, тренировка. Когда у вас очень мало времени, вы тело свое просто настроили, когда у вас времени чуть больше, да, вы начинаете тренировать для того, чтобы пойти чуть-чуть дальше. И третье, это очистка всех 7 инструментов. Мы уже, я так понимаю, подходим к завершению этого интервью. И для меня хотелось бы как-то, то есть, я концептуально это понимаю, но хочется как-то это что-ли пощупать, потрогать, да, то есть, попробовать на себе. И если у вас есть какая-то возможность, вот, для людей, которые смотрят это интервью, вот, может быть, дать какую-то возможность протестировать или какую-то, ну, я не знаю, какие-то специальные условия. Мне бы от себя было, я бы от себя был очень благодарен, потому что мы как-то больше людей приобщим, на мой взгляд, к чему-то такому здоровому, во всех смыслах слова здоровья, да. Если у вас есть эта возможность ей поделиться, мы бы были признательны. Да, конечно. То есть, первая возможность, которую, это оптимальная возможность, как я уже сказал, сейчас я работаю директором СПА-центра в комплексе Конча-Заспа. И здесь вот такое идеальное место для того, чтобы это все дело воплотить. Самый ценный ресурс для человека – это время. Так вот, это место, где за единицу времени можно прокачать все семь ключей. Здесь можно и укрепить тело, да, то есть, есть вот эти технологии, которые мы здесь все собираем, делаем. Здесь и эмоции можно наполнить, есть развлекательная программа, здесь можно познакомиться с нужными людьми, есть социальное направление. Даже часовня у нас на территории центра есть, где можно пообщаться с чем-то более высоким. Друзья, от тебя добавлю, Конча-Заспа, Паркер и Резиденс, мы здесь снимаем это интервью. Очень крутое, потрясающее место. От тебя могу сказать, что мы здесь провели практически две недели. И это очень классное место с бассейном, с прогулочными зонами, с рекой, с гондолой, единственной, я думаю, в Украине. Со СПА-центром. И это такая очень гармоничная и, честно говоря, разносторонняя локация, в которой мы провели две недели. И каждый день у нас все-таки какой-то новый, разный, другой. Здесь очень много природы, гораздо больше, чем вот такой прямо не попсовой туристической, а прямо дикой-дикой природы. Когда ты, отъехав на лодке 300 метров, ты приезжаешь в лебединое гнездо, где плавают лебеди в живом. И тебя не пугается, потому что ты тренинг не врага. То есть большое спасибо Кончи Заспо-парк вообще за эту возможность. То есть первый вариант это приехать сюда. Приехать сюда. Более того, периодически мы проводим, мы с командой здесь проводим тренинг вживую, где в живом общении, в живом взаимодействии мы даем инструменты. То есть это история не о поговорить, поговорить буквально для затравки минут 10-15, какой-то информационный каких-то таких процентов 10-15. В основном это практика, в основном это прокачка каких-то скилов, инструментов, которые потом человек в реальной жизни может использовать самостоятельно. Хорошо, как сюда попасть? Мы оставим какие-то контакты ваши? Мы оставим контакты, то есть мы находимся, несмотря на то, что это природа, это город Киев, адрес столичное шоссе 275. Прекрасно, мы находимся прямо возле дороги в тихом хорошем месте. Прекрасная парковка, стоянка. Всегда можно доехать к нам очень легко. Хорошо. А тем, кто смотрит нас не и находится не в Украине, в других странах, что делать? А вот те, кто находится в других или по какой-то причине не может сразу попасть к нам, мы сейчас готовим демо-версию. То есть мы сделаем такой небольшой блок, это у нас сейчас общий был разговор, то есть мы какую-то такую общую схему нарисовали. Там, где в семи выпусках на каждом инструменте мы остановимся более подробно. То есть это будет блок семи занятий, где о каждом инструменте мы поговорим чуть больше. И не только поговорим, а уже дадим конкретные инструменты, конкретные упражнения, конкретные действия, с помощью которых человек может, сидя в любой стране дома, это дело применять и уже через очень короткое время гармонизировать себя, выстроить себя. Это сколько это стоит или как это проходит? Мы сделаем демо-версию, которая будет открыта. То есть это бесплатно? Да. Друзья, знаете, я не люблю, знаете, я не люблю слово бесплатно, да, почему? Потому что она немножко обесценивает продукт. Я люблю не за деньги, да. Почему? Потому что даже если это не подкреплено денежными знаками, то все равно человек платит. Человек платит со временем. Временем своим. Давайте это говорим все так, кто захочет от себя выразить благодарность, он это всегда может сделать в свободной форме. Я так понимаю, то есть это какой-то семидневный марафон, который где в Телеграме, да, наверное? Да, быстрее всего, что это будет в Телеграме, то есть мы сделаем открытый, куда можно войти, просто заплатив за это своим вниманием, своим временем, но не денежными знаками, хотя аллергии на денежные знаки у нас тоже как бы так вот нет. Но в данном случае это будет открытый такой контент. А уже для тех, кто, скажем так, вот кто посчитает нужным развиваться дальше и идти по этому, на мой взгляд, очень правильному гармоничному пути, уже будут правила игры немножко меняться. То есть, этими знаниями, в принципе, вы готовы поделиться, да, для тем, кому это прям всерьез уже нужно. Это очень, я очень благодарен от себя, что вы достаточно открыты в этом плане и современно. В этом плане, знаете, вот в этом плане и моя духовность, знаете, как бы так вот я убедился, когда и я сам, и кто-то начинает, ну, знаете, как бы так вот прилипать какая-то такая, ну, что ли, комплекс гениальный, то есть мы все проводники. Знаете, как Пушкин в свое время сказал гениальную фразу, мне она безумно понравилась, не я пишу, через меня пишут. Кто, да, то есть, в общем-то, оттуда, оттуда, с небесного интернета. То есть нужно быть правильным, чистым проводником информации, да, поэтому раз это пришло, раз эти идеи уже материализовались, то нужно их, чтобы они в тебе не застаивались давать дальше. Поэтому нужно блестковать делиться. Друзья, резюмируем, да, как видите, мы, наверное, никакого... А можем какой-то еще конкурс сделать от вас, чтобы люди, которые, допустим, в комментарии напишут, ну, вот, что они должны написать, да, или в каком направлении, чтобы у них была какая-то возможность, может быть, с вами лично пообщаться какое-то время. Вы знаете, вот когда-то один хороший восточный мастер сказал, что учитель также нужен ученику, как ученик учителю. Почему? Потому что талантливый ученик задаст иногда такие вопросы, вот, проводя разные мастер-классы, иногда такой вопрос, который, да, ты отвечаешь, но который твое мышление, да, то есть поворачивается всем в другом направлении. Да. Поэтому вот, пожалуй, самое, на мой взгляд, гармоничное будет провести конкурс на лучший вопрос. На лучший вопрос по такой холистической целостной системе. Я понимаю, что система – это живой организм. Мне интересна ваша обратная связь, но не просто обратная связь на уровне «хорошо-плохо», а обратная связь на уровне какого-то вопроса. Поэтому в данном случае давайте попробуем объявить конкурс на лучший, глубокий, интересный, нестандартный вопрос. И тот, кто такой вопрос сформулирует, получит возможность, скажем так, личной встречи для того, чтобы или индивидуальной встречи, если человек не сможет приехать к нам, то уже в пространстве, на пространстве интернета, и там уже будет индивидуальная консультация. Супер, друзья, ну вот этот выпуск, да как и наши обычные выпуски, наполнен большим, может быть, даже большим количеством ценностей и смыслов, чем обычно. И когда я, общаясь с Сергеем, понял, что мы просто обязаны с вами поделиться этой информацией и заснять это интервью, мы, собственно говоря, сразу это и сделали. Резюмируем. То есть, во-первых, чтобы как-то с этим повзаимодействовать. Если вы находитесь в Украине, приезжайте в Конча Заспа парк, контакты Сергея мы оставим в описании под этим видео. Тем, кто участвует в конкурсе, оставляйте, пожалуйста, ваши инстаграм для связи. Мы обязательно передадим Сергею все комментарии, он выберет одного победителя, свяжется с вами, у вас будет возможность, опять же, либо лично встретиться, либо созвониться, получить консультацию абсолютно бесплатно. И те, кому вообще интересно пройти, ознакомиться, протестировать в рамках семидневного такого тест-драйва, да, систему, про которую говорил Сергей, отлично, я тоже буду в этой группе, мне интересно на себе это попробовать. И я затем в инстаграме поделюсь своим отзывом на то, что было. Наверное, оставим ссылку в описании на телеграм-чат и добавляйтесь в этот чат, и как только соберется необходимая группа, соответственно, мы все вместе протестируем на себе семь золотых ключей к семи базовым инструментам, которые есть в человеке. Их наполнение, их настройка, тренировка и их чистка. Вам спасибо, друзья, надеюсь, это интервью было полезно. Для того, чтобы не пропускать интересные локации и интересных людей, с которыми мы знакомим вас на этом канале, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. И до встречи. Друзья, до встречи. Спасибо за уделенное время и внимание.